Дефицит кадров в Алтайском крае повсеместный, можно сказать, тотальный. Сегодня эта проблема номер один для предпринимателей. Не хватает как высококвалифицированных специалистов, так и рабочих рук. Не закрыта каждая вторая вакансия, констатируют участники совместного заседания общественного и экспертного советов по защите предпринимателей края. Есть тема недостаточности просто выпуска определенных специалистов. И его быстро за год не решишь, потому что, понятно, профессионалитет программы, которая активно сейчас у нас работает, дает возможности в первую очередь среднее звено, скажем так, закрыть. Но все равно сферы этого не хватает. Есть тема развития тех же сельских регионов, о том, что молодежь не всегда задерживается и не всегда остается. Среди причин кадрового голода специалисты выделяют банальное нежелание работать за низкую зарплату и отток рабочих, тех же, к примеру, водителей, на специальную военную операцию. Помимо нехватки рук, бизнес испытывает еще немало проблем, говорят эксперты. Наиболее ощутимый из них – дороговизна электроэнергии и онлайн-касс. Лимит дохода на патенте. Вопрос, который мы бы хотели сегодня поднять, это вопрос банковских комиссий, которые, мягко говоря, у нас составляют порой даже львиную долю той бэк-маржи, которая у нас зарабатывается предпринимателем. Поэтому, я думаю, это не секрет, что многие банки забирают от полутора процентов сейчас. Это даже достаточно низкая ставка за транзакцию. После ухода зарубежных платежных систем Visa и MasterCard ставка должна была понизиться, говорят эксперты. Но на практике все наоборот. В результате многие предприниматели уходят в тень. Кассовые аппараты неожиданно и регулярно ломаются, доходы падают. С просьбой повлиять на эту ситуацию Алтайский союз предпринимателей и коллеги из других регионов обратились на федеральный уровень. Ждут решения. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.